здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 11 часов 25 минут 29.06 2016 года у меня как обычно все отлично очень хорошо что происходит на моем канале я благодарен всем кто увидел кто понял мой ход конем это было приятно вот сейчас бы хотел бы знаете бы затронуть одну тему на мой взгляд важного характера в своих роликах я неоднократно ссылался на то что ложная информация заведомо лживая она наносит нам непоправимый урон тела да бог с ними с телами самое важное это душа человека сущность человека я однократно неоднократно приводил примеры еще раз переведу помните как я говорил некоторых роликах человек который прожил всю жизнь тайге или в горах приезжает в город к родственникам к родственникам и родственники ему говорят ты переходи улицу когда загорится зеленый свет на красный не иди и очень грустно когда появляются ульники определенного характера которые утверждают что на красный свет нужно улицу переходить и дальше идет трагедия то же самое со знаниями есть ученые которые почему-то решили что они ученые которые сообщают нам людям чтобы человеком чтобы мы переходили на красный свет ну кто они но это знаете если переводить на личный характер это как говорится пока человека образами рисуешь это одно когда это каждого человека касается по отдельности это уже совсем другая формула выдвигать поэтому все ученые которые впервые услышали достоверные знания о сотовой земле и начинают ее отвергать они по умолчанию становятся преступниками ну а как можно назвать человека который заставляет нас переходить на красный свет ну конечно преступник я их не осуждаю у меня нету таких полномочий но у меня есть возможность обратить внимание на это любой человек который узнал я имею ввиду не 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 нас рядовых обывателей а имею ввиду людей которые называют себя учеными специалистами интересуется этими знаниями услышавший впервые что земля сотовой говорит что это ложь он автоматически становится преступником то есть он вас направляет неважно вы знаете что есть такое понятие что не по осторожности и не сознательно все равно бред это все придумали враги которые оккупировали нас не нету такого понятия не по осторожности причем знаете вот есть такая математика когда у нас есть говорят что пьяный человек он не виноват вы знаете что у наших предков человек не обязательно пьяный но под любым алкогольным там или наркотическим состоянием человек который совершал преступление с него в 10 раз был больше спрос чем трезвый то есть видите как все наоборот получается поэтому все что происходит это замечательно я очень рад и благодарен всем кто тщательно обрабатывает ту информацию да мне часто говорят где вагоны маленькая тележка поймите пожалуйста я творческий человек я я не классический лектор у меня и душа лягла сообщил нету настроение молчу ну вы мне помогите но найдитесь люди которые кто-нибудь соберет 200 тысяч вопросов и я с удовольствием на них отвечу ну от вольного но у меня нету такого в характере это если сейчас хотя бы вот рядом со мной я сейчас полностью как говорится один вот если сейчас хотя бы сидел бы собеседник напротив меня и молчал бы мне позже было плечи говорить рассказывать а просто говорить на микрофон но это не мою я не знаю как там люди это могут на микрофон общаться наша ячейка на в оккупации и ближайшее время таких вячеслава котляров будет появляться сотнями да это дети индиго которые будут вторить которые будут с горшка объяснять нам взрослым людям то что наша планета выглядит иначе идет час огромный завоз огромный в нашу ячейку детей индиго сущности которые сюда прилетают они добровольно отказываются от тех ячейка тех земных благ и сознательно идут если хотите сказать на самопожертвование я рад я счастлив что есть тысячи людей для которых мои мысли и слова это важный важный спасительный маяк нашим кромешном тумане я говорил помните в своем ролике медический спас ведь те кто меня сейчас слышит ведь вы тоже предыдущих реинкарнациях делали то же самое что я сейчас делаю это не это не для красного словца вы делали то же самое так как мы живем вечно как грамотно было подмечено вселенском бытие ведь наши предки это мы сами мы себе наши предки кто-нибудь уловил тайну золотого ключик до змея проглатывает свой хвост так вселенная устроена не не реагируйте болезненно на вот этот мой такой 10 минутный диалог ничего нового не сказал уверяю вас будет новое как есть люди которые со мной после моих роликов познакомились в реальных в реально наших реальностях они отмечают интересную черту моем характере вячеслав котляров всегда готов удивить новыми открытиями поэтому благодарю вас друзья если бы не вы не было бы никакого вячеслава котлярова на этом пожалуй все вам всем добра все будет хорошо теперь уже точно и однозначно не волнуйтесь можно практически спасены до новых встреч прямом эфире